Чао! Ты смотришь итальянский с Элиной. И сегодня я хочу тебя познакомить еще с одним итальянским глаголом, неправильным, но это не самая главная его характеристика. Глагол fare, пожалуй, самый любимый итальянцами. Во всяком случае, используется он очень часто в разных совершенно ситуациях, в разных конструкциях. Переводиться на русский язык может по-разному. Если открыть словарь, понятно, что словари бывают разные, прежде всего по объему. Ну вот я взяла такой средненький словарь. Тут у нас 11 тысяч слов итальянских, соответственно, русских он туда-сюда приводит. Вот я здесь нашла глагол fare. Весь вот этот вот столбик, там еще на следующей страничке, это вот прозначение глагола fare. И, конечно, совершенно бессмысленно пытаться выучить его значение по словарю. Смотреть все это надо и запоминать в конструкциях, в диалогах, в текстах. Ну, в общем, в жизни. А жизнь этого глагола многогранна. Что касается его использования, то, конечно, за один раз я тебе не смогу рассказать всего. Да я, наверное, всего и не знаю, потому что итальянцы иной раз строят фразы так, как не написано ни в одном учебнике. Ну, собственно, так происходит, наверное, в любом разговорном языке. Ну, а что касается все-таки вот этих множественных значений глагола fare, надо понимать, что направление у всех этих глаголов значений в принципе одно. Это где-то вот делать. Примерно вот так, да? Как раз основное значение, первое, вернее, значение в словарях и будет указано именно делать. Но делать при помощи этого глагола можно очень много разных вещей. Сегодня я тебе попытаюсь рассказать о некоторой ситуации, где используется глагол fare. Но начнем мы, конечно, с его спряжения. Глагол неправильный и в настоящем и в прошедшем времени. Итак, fare делать, выполнять, заниматься будем подыскивать русский перевод в зависимости от ситуации и от того, как это звучит по-русски. В настоящее время глагола fare, presente, faccio, фай, fa, facciamo, fate, фанно. Прошедшее время, passato, prossimo, образуется при помощи avere и причастия participio passato, fatto. o fatto, hai fatto, ha fatto, abbiamo fatto, avete fatto, hanno fatto. Посмотрим изменения этого глагола на примерах. Faccio e compiti. Я выполняю задания или я делаю уроки. И компити это задание, но в русском языке есть устойчивое выражение делать уроки. Faccio e compiti, поэтому можно перевести и делаю уроки и выполняю задания. Что ты делал или делала вчера? Катерина занимается гимнастикой. Мы занимаемся йогой. Вы занимаетесь спортом? Роберто и Роберто фанно уна пасседжата. Пасседжата уна пасседжата это прогулка, поэтому Роберто и Роберто совершают, можно сказать, прогулку или просто прогуливаются. В итальянском языке есть множество устойчивых выражений с глаголом fare, которые постоянно используются в обычной бытовой жизни и стоит их запомнить. Первое выражение fare la doccia. Дочcia это душ, fare la doccia по-русски мы сказали бы принимать душ. Таким образом можем и переводить это выражение. Fare il banio, принимать ванну, но это же выражение можно использовать и когда купаешься в море. Потому что il banio, многозначное слово, это и ванна, это и купание, Это и туалет, если ты будешь искать в каком-то учреждении или в доме туалет, ты сможешь спросить Dove il banio? Ну а что касается вот этого устойчивого выражения fare il banio, это купание может быть и в ванне и в море. У нас по-русски мы тоже можем сказать купаться в море, можно сказать ребенок купается, имея в виду, что он просто моется в ванне. Fare il banio, fare il banio. Fare il banio, fare il banio. Отдельного глагола, специального завтракать в итальянском языке нет. Поэтому используется вот такое выражение fare il banio. 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 Обратите внимание, в этом выражении без артикля. Если мы скажем fare il banio, получится, что я этот завтрак уже готовлю. Или fare il banio. То есть мы готовим завтрак. А вот fare il banio. Мы завтракаем. Два выражения похожих, но отличающихся по значению fare la spesa. Fare spese. Spese это буквально обозначает трата, потому что есть глагол spendere, тратить деньги. Fare la spesa это совершать покупки ежедневные. То, что мы называем ходить в магазин. То есть покупать какие-то продукты, бытовые вещи. Может быть каждый день, может быть каждую неделю. Обычные бытовые покупки. А вот fare spese это уже ходить по магазинам. То, что мы называем. Или совершать шоппинг. Что-то примерять, искать какую-то новую одежду. Причем, обрати внимание, fare spese без артикля. Бывает с артиклем fare la spesa, но это уже не будет иметь отношение к покупкам. Это будет обозначать, совершать какие-то вынужденные траты. Но это не связано с магазинами. Поэтому нам, прежде всего, нужны эти два выражения fare la spesa, fare spese. Просто запоминаем, где есть артикль, где нет. Fare benzina. Бензина это бензин, прозрачное такое слово. А fare benzina заправлять машину бензином, заправляться. Fare la fila. Стоять в очереди. Делать очередь, да? Ну, переводим, конечно, на русский. Стоять в очереди. Например, faccio la fila per comprare i biletti. Я стою в очереди, чтобы купить билеты. Устойчивых выражений с глаголом fare в итальянском языке много, и постепенно они будут накапливаться в твоем лексиконе. А мне хотелось бы тебе еще сказать о конструкциях, состоящих из двух глаголов, один из которых fare. Например, farvedere. Немножко вот здесь усеченная форма, а окончание ушло от глагола fare. Осталось far. Farvedere. Vedere ты знаешь, видеть. Если переводить буквально, получается делать, видеть. Ну, то есть делать, чтобы было видно. Показывать. Вот такого специального глагола «показывать» нет. То есть есть глагол «mostrare», от которого произошла выставка «mostra», но это немножко другая сфера. А в обычной жизни глагол «показывать» передается вот таким выражением – farvedere. «ты покажешь мне это место на карте?» Или вежливо. Или можно обратиться к группе людей. Mi fatevedere questo posto sulla mappa. На самом деле, мы еще с тобой не знаем повелительного наклонения, чтобы на улице спросить, покажите мне на карте это место. Но это и не обязательно, потому что повелительное наклонение, оно немножко все-таки грубовато звучит на итальянском языке, хотя оно присутствует. Но вот достаточно такого вопроса. Вы покажете мне это место на карте? То есть это будет достаточно вежливо и очень даже хорошо. Вот такие сочетания глаголов. Они тоже присутствуют в большом количестве. Вот, например, есть far sentire. Sentire, ты знаешь, это слышать или чувствовать. Поэтому far sentire – дать почувствовать. Mi fate sentire la more. Ты мне даешь почувствовать любовь. Far cadere. Кадере падать. Соответственно, far cadere сделать, чтобы упала. Уронить. Far ridere. Ридеры смеяться. А far ridere насмешить, рассмешить. Мы можем по-русски сказать. То есть сделать так, чтобы рассмеялись. И еще при помощи глагола farre можно рассказать о профессии. Но ты, в принципе, уже можешь сказать о профессии только при помощи другого глагола essere. Можно сказать, например, sono avvocato. Я адвокат. Можно сказать, кстати, о профессии при помощи глагола lavorare, тоже тебе известного. Lavoro come avvocato. Работаю адвокатом. Если дословно, работаю как адвокат. Здесь необходимо будет использовать come. Но вот можно об этом сказать при помощи глагола fare. Faccio l'avvocato. Faccio l'avvocato. Обратите внимание, что название профессии будет уже с артиклем. Приведем еще несколько примеров. Minha madre fa l'insegnante. Моя мать – преподаватель. Или работает преподавателем. В принципе, на русский это можно здесь переводить любым способом. Fai la segretaria. Ты работаешь секретарем. Причем тут явно спрашивают девочку. Потому что segretaria – женский род. У мальчика мы спросим. Fai il segretario. Обязательно с артиклем определенным. Meu padre fa l'impiegato. Мой отец – служащий. Или работает служащим. Caterina. Que lavoro fai? Faccio l'infermiere. E dove lavori? Lavoro in ospedale. Получилось у тебя перевести этот диалог. Проверь. Катерина, кем ты работаешь? Я работаю медсестрой. А где ты работаешь? Я работаю в больнице. Ну, а теперь я тебя спрошу. Que lavoro fai? Dove lavori? Кем ты работаешь? Где ты работаешь? Постарайся ответить на эти вопросы. Ответ ты начнешь со слова faccio. А дальше назовешь профессию с определенным артиклем. Название профессии можно найти в словаре. Чтобы определиться с артиклем, какой он будет, мужского или женского рода, посмотри рядом с профессией, какая стоит буква. Эфе или эмме. Эфе – это феминили, женский род. Эмме – это маскили, мужской род. Ну и, соответственно, артикль будет в женском роде la, в мужском, иль. Dove lavori? Ты ответишь lavori, а дальше in ospedale, in biblioteca, in banca, in un azienda в одной какой-то фирме. Ну или найди в словаре то место, которое подходит тебе больше. При помощи глагола fare можно говорить и о погоде. Погода по-итальянски tempo. Точно так же, как и время, ты помнишь. Время – tempo. Как определить, где время, где погода, но только по контексту. Других отличий у них нет. Итак. Ке темпо фаоджи? Какая сегодня погода? Давай разберем этот вопрос, посмотрим на него внимательно. Ке темпо – какая погода? Фаоджи – делает сегодня. Ну не будем, конечно, дословно здесь ничего переводить. Просто запомним, что вопрос этот строится при помощи глагола fare. Ке темпо фаоджи. И отвечать мы тоже будем, используя этот глагол. Фа бель темпо – хорошая погода. Или оджи – фа бель темпо. Сегодня хорошая погода. Бель – это форма прилагательного бело, красивый, хороший, прекрасный. В данном случае стоит перед существительным, имеет вот такую форму перед существительным мужского рода. Уподавляется немножко артиклю, да? Окончание у него становится как артикль. Это отдельная тема. Мы этим еще займемся. Пока просто запомним. Фа бель темпо – хорошая погода. Фа брутто темпо – плохая погода. Брутто – некрасивый, но в данном случае плохой, плохая погода. Фа фреддо – это холодно, а фа фреддо – это холодно. В том смысле, что на улице холодно. Фа фреско – прохладно, свежо. Фреско – это свежий, причем может применяться и к овощам, фруктам, продуктам, ну как и у нас, да? Но и к воздуху, к погоде. Фа фреско. Фа кальдо – может переводиться и тепло, и жарко, в зависимости от ситуации, от контекста. Но когда уж совсем жарко – кальдиссимо, с таким увеличительным суффиксом. Добавим еще несколько предложений к теме погоды, которые будут строиться без глаголов фара, но просто они нам необходимы, чтобы о погоде рассказать. Например, пьёве – идет дождь, невика – идет снег. По-русски это два слова – идет дождь, идет снег. По-итальянски достаточно будет по одному слову – пьёве, невика. Это глаголы пьёвере и невикаре. Пьёве – можно перевести одним словом – дождить. То есть пьёве – дождит, а невикаре – снежить. Невика – снежит. Но это, конечно, такой очень грубый перевод. На самом деле, все-таки мы переводим так, как мы говорим по-русски. Пьёве – идет дождь, от невика – идет снег. Энуволозо – облачно. Нувола – облако, соответственно, энуволозо – облачно. Эафозо – душно. Эумидо – влажно. Братья внимание, вот эти конструкции – энуволозо, эафозо, эумидо – строятся при помощи глагола «эссеры». И еще несколько конструкций, которые строятся при помощи конструкции «ч». То есть есть – имеется. Че – иль соли. Конечно, мы не будем переводить «имеется» в солнце. Просто скажем «солнце», «солнечно». Че – небья. Туман. Небья – это туман. Че –ль венту. Ветер. Есть ветер. Ну, на самом деле, по-русски мы тоже говорим одним словом просто. Ветер. Можно сказать «тира венту» – дует ветер. Таким образом, ты уже можешь рассказать о погоде. И вот я тебе даю такое задание. Второе задание в этом уроке. Каждый день подходить к окну, задавать себе вопрос. И отвечать на него, используя те обороты, которые я тебе предложила. Сначала, конечно, ты будешь подсматривать либо в своей записи, либо в это видео. А потом постепенно научишься говорить об этом самостоятельно. Вот на этом мы сегодня закончим разговор о глаголе «фары». Постепенно изучая язык, ты будешь узнавать все новое и новое в этом глаголе, о сферах его употребления. Но я думаю, что примерно ты уже понимаешь значение этого глагола и его использование. Да, оно вот такое вот многогранное. Глагол используется в разных конструкциях. Ну, я думаю, вот этой информации пока достаточно. На этом я с тобой прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok